Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо Ваши комментарии Азовмаш, конечно, сильная команда И все-таки, я думаю, все, что мы надумали перед игрой, большинство нам получилось Защита работала И с каждой игрой она все лучше и лучше Но все-таки мы не смогли остановить пару игроков Просто не слишком хорошие Но мы будем стараться, будем добавлять с каждой игрой И также у нас очень много всего нового за короткое время Новые игроки, новые тренеры, новые комбинации Но с каждым днем мы будем добавлять И надеюсь, нападение будет выглядеть немножко чище Вопросы? Спасибо 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 Добро пожаловать Поздравляю нас с победой Как бы мы возвратились После четырех таких тяжелых поражений Было очень важно сегодня выиграть Чтобы вернуть моральную уверенность Что мы можем побеждать И будем побеждать дальше Такое моральное Там хотели выиграть В Словении Давали там все эмоции Держаться Спасибо Добрый вечер Что сказать Очень доволен победу Как и Богдан Что сказать После тяжелых поражений Кои игры Кои могли выиграть Сди се Можно сказать И нервоза Такая И шо Когда и Колченко Ният Очень маленько игра Као в ротации Сейчас к нам Толко сильнее Под Кальцом Поэтому у Варда Начали играть Но и шо Надо Узнать Команду Узнать и друг друга И Normalно Я думаю Что Он может и сегодня Помогал А может и больше Помогать К сожалению Све Озделали На игри С Крком Имали игру Но Я и там Завшто Непанятно Как Последний Квотер Судили И По этому Как Богданский зал Эмоција Ният По этому Што Сразу Игра Севонја И Минард и Юинг Севонја Забили 48 очковку Тежело Вопће Ният Ният Вазмођности Одахнут Али Будемо Старати се Далјше Завтра Готовимо се За команду Кијева Отету Победу Надо бисто Забит Готовице Са Кијевом Играти Ждат Ждат Криспина Дроздова Колјченка Печерова Да би Усилили Команду Што? Не знаю И шо Непанјатно Можно Можно Ждат Дроздова От понедельника Јасли Сиво Получи се Как ждем Можно Сиво Главный тренер Непразотов Дональдис Калис и игрок команды Стэн Литвировс, у вас есть гейм? Мы приехали в гейм, мы хотели focus on getting better as a team. Азимович – это хорошая команда, мы просто хотели минимизировать наши ошибки, stay together, и просто пытаться играть лучше каждый день, каждый гейм. Который, came up short, that's what we did, we played better. Сегодня мы старались на протяжении всей игры, мы конечно совершали на протяжении игры ошибки, но мы будем оставаться сконцентрированы и играть с каждым разом все лучше и лучше. Вопросы есть? Спасибо. 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 Ваши комментарии. Азамаш, конечно, сильная команда, и все-таки я думаю, все, что мы надумали перед игрой, большинство нам получилось. Защита работала, и с каждой игрой она все лучше и лучше. Но все-таки мы не смогли остановить пару игроков, просто не слишком хорошие. Но мы будем стараться, будем добавлять с каждой игрой. И также у нас очень много всего нового за короткое время. Новые игроки, новые тренеры, новые комбинации. Но с каждым днем мы будем добавлять. Надеюсь, нападение будет выглядеть немножко чище. Чище. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю нас с победой. Как бы мы возвратились после четырех таких тяжелых поражений. Было очень важно сегодня выиграть, чтобы вернуть моральную уверенность, что мы можем побеждать и будем побеждать дальше. Такое моральное, там хотели выиграть в Словении, давали там все эмоции. Держаться. Спасибо. Все. Доброе утро. Что сказать, очень доволен победой, как и Богдан, что после тяжелых поражений, которые могли выиграть. Здесь можно связать и нервоза. Такое. И что. Когда и Колченко не ет, очень маленько играет как в ротации. Сейчас к нам толку сильнее под Кальцом, поэтому у Варда начало играть. Но и что надо узнать команду, узнать друг друга. И я думаю, что он может и сегодня помочь, а может и больше помочь. К сожалению, все сделали на игре с Крком, имели игру, но я и там сказал, что непонятно как последний квотер судили. И поэтому, как Богданский зал, эмоции нет, поэтому что сразу игра сегодня и Минард и Юинг сегодня забили 48 очковку. Это тяжело, вообще нет возможности отдохнуть, но будем стараться дальше. Завтра готовимо се за команду Киева. А кто из них на то ближайшее время будете играть? Что? Кто из них на то ближайшее время играть? Не знаю. И что непонятно, можно ждать от Друздова, от понедельника, если все получится, как ждем. Спасибо.